И ничего-то красотой были бы смазаны. Да, вообще классно. Сейчас будет пора народ потихоньку приходить сюда и занимать эти места. Так что мы вовремя сюда пришли. Ну, 9.44 уже. Вот здесь явно какой-то замок. Вот этот красненький, видишь, на бурочке. Ветра уже такого нет. Да, да. Вот мы развернулись как-то по-другому. Ну да, вон островок какой. Вот такой цвет, чуть-чуть темно-красный, он преобладает на многих зданиях. Вот это, честно говоря, несколько меня... Ну, не то, что раздражает, несколько утомляет. А здесь, допустим, один цвет зеленый. Может быть, у них есть по поселку, где им говорят, крыша должна быть вот такого-то цвета у всех. Внутри ты делаешь все, что хочешь, а внешне, чтобы было общее. Вот, может быть, это. Это, можно сказать, пригороды Стокгольма, наверное, сейчас будем уже. Да, да. Потому что там вон уже крупные здания. Да, да, да. Твоя загадка абсолютно точная. Там вот терминал какой-то, видишь, там. Ну, туда будем направо засваивать. Поэтому вот эта картинка красивая. Вот этого замка на горе. Ну, вообще шикарно. Вот, да. Да, здесь, конечно, лодция хорошая должна быть. Столько островов тут все. Ну, я думаю, они ходят каждый день, поэтому проблем нет. Ну, конечно, один раз. Я слышал только один раз они сели на мере. А где это было? Ну, я не знаю. Ну, сел там часа три, ждали, пока приедет подмога. Да. Кажется, просто приехали и сняли. Ну, да. Другой там какой-нибудь, пересели и дальше поехали. А это потом снимали. Ну, да. Даже не сказали как. Ну, это было один раз, наверное, за четыре года-то. И вон, да. Ну, да, вон там он уже в высотке уже идут. Да, 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 да. Спальный район, так называют. Да, да. Шеновяну. А ты, наверное, с ансамбля делаешь? Да, да. Ну, похоже. Может быть, может быть. Только не улыбается. Да ладно. А это что такое плывет? Не понял. Это что за судно? Это что? Все остальное снесли уже, а все раз продали? Не понял. Пропили все, да? Ну, да. Никого нет. Ни матросов, ни все уже. Все, что можно, продали и дальше все осталось. Да, что за хреновая тень плывет. А главное, застрахованы теперь. Теперь может тонуть. Матросы потопли, все пропили. Да. Ничего не понимаю. Что это за фигня? Это понтон какой-то отвалился от чего-то. Первый раз такое вижу. Чудо, да? Ну да, действительно чудо. Это что, подводная лодка такая? Что это такое? Я его узнаю. Что это вообще непонятно. Ага. Или она что там? Внизу эта самая будка. И он прячется внизу. А зачем наверху там стоит банка краски какая-то? Или что-то белое такое? Или это тортик, мол. Присоединяйтесь. А, нет. Это маяк, наверное. Ну, такой странный маяк. Может это понтон вырезаться в маяк и не может отвязаться? Или он сам плывет? Он плывет куда-то? Или стоит на месте? Я не понял. Плывет, вон, видишь, вон. Все-таки плывет, да? Да, вон, 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 мотор сзади. Даа-а-а-а... Так, мы уже Швеция, мы один матом не говорим. Это надо же, а такое чудо-юза. Это что-то такое непонятно? Да, это непонятно. Я не знаю, плавотяне сидят. Как это может кальail? Управлять этой колдом. Зачем википалки вниз? Воды садиться. Ни живой, ни воды. У нас такое, видите? Да, да. Приближенно. Наверное, счастье. Я, наверное, все-таки возьму этот шарапчик. Я его взял. Немножко можно так постудиться чуть-чуть. Все-таки еще не весна. Зима уже отступает здесь. Это видно. Но все равно. Но все равно может ветер подуть и лучше взять шарапчик. Снять всегда можно, если жарко будет. Да, вот уже и Стокгольм. Да, да. Мы в нем. Нет, ну в нем тогда, когда наша нога ступит на землю в Стокгольме. Да, мы уже в нем. То есть мы проходим таможню. На таможне один раз. На все поездки один раз только была собачка. То есть практически никто за нами не смотрит. А вот когда будем заходить, там параллельный вход. Там есть электронный замочек. Вот сейчас у нас сделали замочек. Обратил внимание. Да. Мы вставили и... А, ну да. Вот это устройство стояло давным-давно в Швеции. Да. Вот. Там, конечно, полицейский есть, но он просто присматривает. Да. Чтобы никто там не перепрыгивал. Ну, он не поверяет документы. То есть шведы очень лояльны к приезжим. Они уже документы не смотрят. То есть самый главный вопрос был в чем? Чтобы, когда покупали билет, предъявить документы. Да. И я так понимаю, это нужно сугубо для поганецов. Откуда ты парник? А вдруг ты с Украины куда-нибудь приехал? Ну да. А вдруг ты приехал там из Казахстана? Ну да. Не в Шенгенской зоне. Да. Вот это только для них это важно. А те, кто уже в Шенгенской зоне, это уже совершенно по барабану. Билеты купили и все. Да. Вот. Кстати, обращая внимание, мы пойдем через этот таможенный пункт. Там не будет стоять никаких отметок, что ты должен там, допустим, 20 килограмм водки только тащить, 10 пачек сигарет, между прочим. То есть законы, конечно, есть по ограничению ввоза сигарет. Вот как нам сказали в магазине. Да. Там гитарист пошел из группы. Ну, может быть. Так что же мне на них тут смотреть часами. Я их еще на обратном пути увижу. Ну. Даже запишу. Кстати, для тех, кто будет смотреть видеоролик, обращай внимание, что на пароме нет ограничений на съемку видео и фото. Это очень приятно. То есть можно потом дома посмотреть аккуратненько, как там они прыгали. Африканцы. Пардон. Негры. Пардон. Люди Африки. Это уж как угодно назовите. Прыгали незамечательно, конечно. Вот. То есть задорно. А были девушки, которые немножко смахивали на дебильных, потому что слишком радостными были. Дети природы. Как будто из подпальмы вылезли. Вообще радостные были. Нет, конечно, подпальмы хорошо. Но то, что они могут сохранить свою... Ну, вот это вот так называемые спальные районы, наверное. Ты думаешь? Да. Далековато как-то, честно говоря. Ну, я думаю, наверное, да, есть. Ну, такие-то раскиданы на основах. Раскиданы, раскиданы. Да. Это можно узнать, если здесь пожить недельку, и на этом метро поездить в разные углы и узнать, где транспорт работает, а где транспорта нет. Да. Там на трамвае сесть, там поедет. Нет, трамваи только в центре. Ну, там четыре линии. Там мало трамвая. Мало, да. А у них больше метро. У них там велосипеды развиты. На велосипедах каждый второй ездит. Нет, у меня нет. А придется, придется. Когда ты увидишь, как велосипеды стоят просто на улице двадцать штук, ты поймешь, чего отличается Стокгольм от риги. Двадцать штук у нас не стоит без замков. У нас вообще все в замках сразу. Евгений куда-то с Лешей пропали. Ну, в другом углу стоят, ну и что? Это же не проблема. Ну, вот еще минуты четыре, и мы увидим порт. И уже будет видно, так сказать, где мы останавливаемся. А точнее говоря, вот если ты поднимешь свою руку вперед, пальцем покажешь, да, пальцем, то ты обратишь внимание, что там уже кое-что стоит. Да, стоит. Вот туда мы едем. Это уже Стокгольм? Мы уже в Стокгольм. Мы уже видим порт. Это уже Стокгольм? Да, порт. Это спальный район? Да, это спальный район. Это вот там маяк, что ли, такой вот? Да, это маяк. Да, маяк. Мигает. Летом здесь веселее, поэтому для женщин в Осипенцентре отдельные головы в камеру.